Спецслужбы Белоруссии и России объявили о раскрытии заговора с целью свергнуть Александра Лукашенко, обвинив в причастности к организации военного переворота Соединённые Штаты. Что скрывается за официальными заявлениями из Минска, спросили мы у белорусского журналиста и политолога, ведущего эксперта аналитического центра стратегии Валерия Карбалевича. На самом деле это переворот скорее мифический, потому что во все времена и во всем мире военные перевороты совершаются военными или сотрудниками секретных служб, то есть людьми с оружием. В нашем случае о намерении переворот совершить обвиняются люди очень далекие от армии и от спецслужб. Это литературовед и публицист Александр Федута, американский адвокат Юрий Зинкович и лидер партии БНФ Григорий Костасев. Второй момент. Вот только из этих троих, только один Костасев живёт в Беларуси, все остальные за границей. Как иммигранты могли осуществить вооружённый переворот в Беларуси? Это загадка. И наконец, вот смотрите, арестовали трёх человек. Федута, Зинкович и Костасев. Как это может быть военный переворот, который пытались осуществить три человека? Такого мятежа мировая история вообще не знала. Вон в Турции в ходе переворота арестованы десятки тысяч офицеров. Короче говоря, после изучения всей этой истории вырисовывается следующая картина. Некоторое время люди, противники Лукашенко в режиме онлайн, в зуме, живущие за границей, вели дискуссии о том, как можно победить правящий режим, отстранить Лукашенко. Рассматривались в том числе и самые силовые сценарии, самые радикальные. Записи этих дискуссий рассылались к достаточно широкому кругу людей. То есть особой конспирации не было, и нет ничего странного, что на этот клуб вышло КГБ, которое решило включиться в эту игру и провести спецоперацию. На некоторых из участников этой дискуссии, в частности на Федуту и Зинковича, вышли люди, которые представились с белорусскими генералами и предложили встретиться в Москве и обсудить детали военного переворота. Они купились на эту приманку. То есть это была спланированная провокация КГБ, подстава такая. Вот они приехали в Москву обсуждать переворот, их там и арестовали. Поэтому в сухом остатке это была пустая, неосторожная болтовня эмигрантов, которая сейчас выдается за всемирный заговор. Второй вопрос. Как вы сказали, значит, двое задержаны в Москве. Какова роль России в этой истории, по-вашему? Россия активно участвовала, российская ФСБ активно участвовала в этой операции. И возможно, что как раз вот те люди, которые представлялись белорусскими генералами, вполне возможно, что были представители ФСБ. Ну или КГБ, пока непонятно. ФСБ участвовала в задержании, судя по всему, этих людей. И Россия активно использует эту историю для раскручивания своего конфликта с Западом. Вот, обвиняя именно Запад в организации этого, этого якобы переворота. Хотя никаких фактов нет. Но Лукашенко об этом сказал, что это американцы готовили его, так сказать, убийство. Это ЦРУ, ФБР. Вот, и как бы за этим стоит Байден. Ну, Россия подхватила это и активно использует, дескать, смотрите, вот Байден обвинил Путина в том, что тут убийца. Ну, а на самом деле, вот и Байден готовил убийство Лукашенко. Так кто убийца? Ну, Россия максимально использует эту историю в своих целях. Вообще, мы можем сказать, что после августа, после начала массовых протестов в Беларуси, ну, сближение Москвы и Минска, сближение Беларуси и России происходит достаточно. Достаточно заметно это происходит и в рамках военной интеграции на территории Беларуси российские военные учения происходят. И в рамках кооперации спецслужб и в экономической сфере вот снова стороны готовят какие-то дорожные карты по унификации экономического законодательства, макроэкономической политики. Так что процесс этот идет. Последний вопрос. Как это скажется на белорусской оппозиции? Я боюсь, что это скажется очень плохо, потому что власти сейчас активно используют эту ситуацию для дискредитации белорусского протеста. И, возможно, я не исключаю, что будет принято какое-то упрощенное законодательство для того, чтобы в упрощенном виде осуществлять правосудие в отношении людей, которые инакомыслящие, которые выступают против Лукашенко, которые критикуют Лукашенко. Вот. Да, эту ситуацию власти используют на полную катушку для реализации своих целей, для усиления репрессий. Я думаю, что расширение репрессий действительно будет. Вот. Оно уже идет. Оно будет захватывать все новые слои населения. Лукашенко проанонсировал, что скоро будет принят очень важный декрет, который, так сказать, принципиально важный для него. О чем речь идет, пока непонятно. Продолжение следует...